здравствуйте я врач-эндокринолог врач-диетолог павлова ольга михайловна сегодня мы поговорим о том как похудеть на рисе очень часто пациенты приходят на прием и говорят доктор я читал что рисовая диета очень эффективно расскажите так ли это сегодня мы обсудим рис и о том как же можно снизить вес с помощью риса если рассматривать рис то действительно бурый рис дикий рис давзира относятся к диетическим крупам то есть так называемым серым крупам крупам невысоким гликемическим индексом к тем же крупам которым относятся гречка киноа булгур пшено овсянка и так далее чем полезен рис большая польза риса в том что рис не содержит глютен то есть рис действительно безопасен с точки зрения кишечника с точки зрения кожи и рис разрешен при аутоиммунном протоколе то есть за счет отсутствия глютена рис не задерживает воду рис не дает повреждающего влияния на кишечника и на кожу в этом большая польза риса а вот то что касается влияния на углеводный обмен то есть на сахар крови на инсулин тут важно четко разделять какой рис мы выбираем либо мы выбираем белый рис который максимально обрабатывался шлифованный либо же мы выбираем темные сорта риса начнем с белого риса белый рис на 100 грамм продукта в отварном виде содержит 116 килокалорий 2 и 2 грамма белков 0 5 грамм жиров и 24 9 грамма углеводов то есть белый рис содержит преимущественно углеводы гликемический индекс то есть влияние на скорость подъема сахара крови у белого риса очень высокая гликемический индекс отварного белого риса равен 70 то есть после употребления белого риса мы получаем резкий скачок сахара крови при сохранной выработке инсулина резкий скачок инсулина и да дальше у нас будет набор веса то есть белый рис при снижении веса с точки зрения углеводного обмена нам не подходит потому что резкие скачки сахара крови и резкие скачки инсулина даже если мы похудеем на продукте с высоким гликемическим индексом за счет возросшей инсулинорезистентности дальше будет откат по весу то есть сниженные килограммы вернуться в двойном в тройном размере нам это не нужно то есть при снижении веса при восстановлении углеводного обмена при диабете белый рис мы исключаем мы себе можем позволить темный рис то есть бурый рис дикий рис до взира у темных сортов риса гликемический индекс намного ниже то что касается калорийности на 100 грамм продукта отварного бурого риса содержится 110 калорий 2 и 6 грамма белков 0 9 грамм жиров 22 и 8 грамма углеводов гликемический индекс отварного темного риса в зависимости от длительности варки составляет 4550 то есть тут работает правило как и со всеми остальными кашами чем меньше варим тем меньше гликемический индекс то есть тем более стабилен сахар крови для углеводного обмена нам все-таки требуется каши чуть чуть не доваривать то что касается темного риса да мы поняли что при снижении веса при восстановлении углеводного обмена нам разрешен именно темный рис дикий бурый до взира как же его есть если мы употребляем рис даже самый полезный темный недоваренный в чистом виде то есть просто с утра сели съели миску риса это углеводы подъем сахара скачок инсулина через два часа мы снова хотим есть я думаю многие из вас замечали что если мы съедаем на завтрак только кашу только овсянку либо только гречку либо только рис у нас дальше очень быстро возникает дикий голод то мне вчера пациентка на приеме говорит я ходила где это ногу себя в городе она из другого города не горит диетолог сказал на завтрак каждое утро есть овсяную кашу с фруктами я горит съем овсяную кашу с фруктами в 7 утра дома приезжаю в 9 на работу меня трясет от голода я бегу в кафе себе покупаю яичницу яичницу поела мне нормально так это нормальная реакция организма когда мы едим только углеводы только кашу без белка без клетчатки скачок сахара скачок инсулина углеводы усвоились мы снова голодные то есть если мы хотим снизить вес на рисе либо же на другой каши правила такие же то мы каши обязательно добавляем белок жир и клетчатку то есть те продукты которые перевариваются медленно которые дают длительное чувство сытости и которые не дают резко взлететь сахару и резко взлететь инсулину то бишь при снижении веса на рисе к этому рису мы обязательно добавляем белок примеру на завтрак мы съели два яйца отварных это белок и жир и съели мисочку риса порядка 100 150 грамм и съели миску овощного салата прекрасный завтрак то же самое на обед до кусочек белка например кусочек рыбки грамм 150 порция риса небольшая и овощной салат то есть если рассматривать правила тарелки до для снижения веса углевод белок жиры и клетчатка овощи то есть если вы стремитесь снизить вес на одной каши это печальная стратегия с точки зрения гормонального фона на одних углеводов у нас скачки сахара скачки инсулина потеря мышц у нас в итоге тело когда все вот так вот колеблется да вот эти вот ручки болтающиеся бочка опали брыли опали попка обвисла это страх многих людей никогда пациенты приходят особенно 67 доктор я боюсь худеть у меня соседка похудела у нее все обвисло на как ходячий скелет мне так не надо я бы так мы не будем худеть неправильно мы введем вам белок физ нагрузки и человек снижает вес на нормальной диете на адекватной диете не на одних углеводах у него все на месте даже пациенты в 60 лет в 70 лет не бывает пациенты возрастные я прям говорю пожалуйста давайте снижать вес медленно вот за месяц 3-4 килограмма прекрасно просто полгода будем снижать дойдем до нормы они приходят и снижают быстрее я уже всегда подсознательно так немножечко напрягаюсь думаю сейчас придет обвисшая нет если у человека белка много физ нагрузки есть он приходит 1 минус 6 за месяц у него все на месте даже в 70 лет то есть качество тела структура тела напрямую зависит от качества питания от структуры питания то что мы положили на входе то мы получили на выход если мы в себя кладем одни углеводы одну кашу мы получим на выходе жир болтающийся жир если мы кладем в себя белок клетчатку витамины микроэлементы то есть строительные материалы для мышц для кожи для внутренних органов то мы получаем на выходе до в нашем теле нормальные мышцы нормальную кожу нормальные волосы понятно что нагрузки никто не отменял до гулять тоже полезно это каждому школьнику ясно но вот именно в структуре питания обязательно должен быть белок обязательно должны быть полезные жиры то есть столовая ложка оливкового масла кусок жирной рыбы и обязательно должна быть клетчатка овощи именно комбинация медленного углевода да будь то бурый рис дикий с либо же кино а гречка с качественным белком с овощным салатом даст нам и чувство сытости длительная и даст нам нормальные строительные материалы для нашего тела потому что когда мы снижаем вес у нас есть две дороги есть здоровое снижение веса когда мы идем к здоровью красивому сильному телу а есть снижение веса которое что называется похудеть и постареть когда мы едим одни углеводы либо же голодаем в итоге у нас слетает щитовидка слетают надпочечники и так далее и выбор он в ваших руках то есть вы можете выбрать себе здоровья можете выбрать неадекватные диеты то есть наше здоровье зависит от нас потому что то что рассказал врач человек либо берет и пользуется и получает результат либо послушал сказал а пойду вон быструю кашку все разведу вкус ножа выбор за нами друзья выбирайте здоровье больше информации о правильном питании о подборе диеты подборе препаратов витаминов вы узнаете в школе лечения ожирение инсулинорезистентности на сайте ольга павлова рф ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и будьте здоровы